Я просто вышел буквально сразу, 20 секунд, иду в коридоре стоит человек, ну я примерно его помню, в 16-м году, как раз перед выборами мы с ним встречались, он говорит, давай зайдем, я говорю, куда, а я с ним на вы, я говорю, вы по какому разговору, о чем вы хотите со мной поговорить, он говорит, там, неважно, давай, короче, разговаривать, я говорю, объясните тему, я не вижу смысла с вами разговаривать, он начинает меня дергать, там, таскать, примерно так, я говорю, руки уберите, о какой теме, скажите, что это там на кодике, там, оружие, ну, так он перешел, такой, немножко наглуженно так подошел, я говорю, вас это как-то задевает, я как-то заделал по вашему, это мой отец, я говорю, вопрос, если вот так вас задевает, ваш отец подкидывает оружие на кодике, почему вы задеваете, и что там, и перешел на старплин уже личностный, начал толкаться, я просто его отбросил, там, руку брал, вот в это время мне позвонил телефон, я его взял, ответил на звонок, и он просто ушел, он остался за спиной, и он что-то кричал, что там в течение пяти дней меня найдет, сегодня делали попытки со мной встретиться, по-любому встретиться, где бы я ни был, аж деревен, который его ценит. Подожди, ну, если так вспоминать, у Хизри Исаевича есть сын Даниял, который был главой Буйнакского района, который был задержан в свое время спецподразделением ФСБ, это Даниял был как раз, да? Это Даниял был, именно Даниил Шассейбер. То есть я лично... Бывший глава Буйнакского района, да? Абсолютно верно, абсолютно. И если правильно помню, он был как раз-таки участником уголовного дела, по которому осуждены... Да, да, да. ...Помидов, Шахов, Райдин, Исуфов и так далее. И в фабуле, если правильно помнить, там как раз звучит, что они ступили в преступный сговор с Даниилом Шахсаидовым, удивительно, как с уголовной профессиональной точки зрения... А он в коридорах Народного собрания угрожает депутату, да? Да, 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 он угрожает. И после этого вы со мной пытались связаться по любому встретиться, аж до Даниил, это сейчас Даниил, 120 километров. Ты только скажи, где ты, Биарслан Изи, это депутат, который как раз на этом видео, связывающем с Саидом, сидит, с одной стороны сидит он. Это представляет мой коллега от партии КПРФ, он очень хотел там встретиться, поговорить. И также со мной хотел встретиться советник Хедвисайевича, вот тоже вот прям брат для тебя, хочу видеть тебя, поговорить. Вот, в общем, какой-то бред происходил, я понял, что это угроза, в последующем, буквально через два часа, мне звонит сын Маханова, Саид Машин. Мой коллега, он представляет КПРФ тоже сидит слева, я не понял, как с такого русла он решил, что я это все задел его, вот. Он перешел на памятник, там, ответ за слова, почему оскорбил всех, на вопрос, он точно читал все, точно до конца прослушал. Он пытался меня заставить оправдываться, но так как он младше меня, и понял, зачем человек, на вопрос, давай, хочешь, там, обосную я тебя, я сейчас тебя заставлю. Ну, в общем, глупости. В общем, сегодня день был сумбура, но после выхода, да, действительно, угрозы со стороны сына Шахсаеда, Даниэла Шахсаеда, мой адрес, прозвучали. Ну, Марат, ну, ты понимаешь, что теперь тебе надо быть очень внимательным и осторожным, что ты бросил вызов очень опасным, серьезным и страшным людям, которые уже правят Дагестаном порядка 30 лет. Дагестаном порядка 30 лет.